Это программа «Полезный город», я Анна Лапшина, а у нас в гостях директор кредитно-потребительского кооператива «Кредитный клуб Делай Деньги» Данила Ведерников. Данила Николаевич, добрый день. Добрый день, Анна. Мы уже встречались с вами в этой студии, но давайте нашим слушателям напомним, что такое «Кредитный клуб Делай Деньги». Как давно вы работаете в этой сфере, где работаете, то есть только в Кирове или в других регионах тоже? Сколько у вас пайщиков? Давайте я расскажу нашу маленькую историю, историю наших компаний. КПК «Кредитный клуб Делай Деньги» образовалась с 2013 года. Мы все это время работаем в городе Кирове. В 2017 году мы открыли офис в городе Москва. В 2021 году мы открыли офис в городе Нижний Новгород. Сейчас там уже два офиса. И в Кирове у нас тоже два офиса, то есть в сумме у нас пять офисов по всей России. Мы занимаемся по двум направлениям. Это сбережение от физических и юридических лиц и выдача займов. Также физическим и юридическим лицам. В прошлый раз мы говорили как раз про ваши программы сбережения средств. А сегодня мы будем говорить о займах. Займы – это история больше для бизнеса или больше история для физических лиц? С кем вы работаете? Правильнее сказать, это история для тех, кому нужны деньги срочные сейчас. То есть мы тот необходимый инструмент, тот ангел, который приходит в нужный момент людям. Когда в бизнесе есть крылатая фраза «деньги нужны вчера». Вчера есть целый вагон в Москве железа по акции условно. Вчера есть материалы там-то, там-то, там-то. Вчера есть хороший аукцион, за который можно зайти. И обращаясь в коммерческие банки, мы все прекрасно понимаем, что это бюрократический немножко инструмент. Это большая кипа бумаг, большая кипа сведений. Долгий процесс согласований, да? Потому что пока одного сотрудника пройдут ваши документы, потом другой, потом третий. Совершенно верно. То есть это в первую очередь очень долго. Да, это дешево. То есть мы говорим открыто. То есть в банке процент, он небольшой, он дешевый для бизнеса. И любой бизнес, как правило, пытается везде получить заем. Или, правильнее сказать, кредит. Кредит, кредит, в банке кредит. То есть, да, очень важная информация. Может, мало кто знает, чем отличается кредит от заема. Поэтому у нас, наш УТП, это срочность. Срочность, прямо сейчас здесь, выдать нужную сумму денег для наших клиентов в короткий промежуток с минимум пакетом документов. УТП – это уникальное торговое предложение, если я верно помню, да? Да, совершенно верно. То есть это то, что вас характеризует. Да. Вы достаточно быстро работаете с вашими клиентами, с вашими заемщиками. И они как раз получают возможность воспользоваться средствами в минимально короткие сроки. Все-таки это бизнес, я так понимаю, чаще всего. В большей степени, да, да. А потом, после того, как они решат вот эту свою срочную задачу, бывает так, что они заем возвращают, да? И дальше уже, например, работают с каким-то еще финансовым учреждением. А бывает, наверное, что и нет. То есть им бывает, что деньги нужны просто вот на короткое время, а потом они дальше уже своими средствами это закрывают. Как правило, если мы говорим про тендерный заем, это юрлицо, участвующее в госзакупках, то им нужны деньги на 3-4 месяца максимум. Далее они уже получают финансирование от государства, закрывают обязательства перед нами, перед подрядчиками. И в этой ситуации все довольны становятся. То есть нужный конкретный промежуток времени, мы им помогли, финансирование они получили. Далее они получают уже от государства и работают в штатном режиме, выполняя этот контракт. Далее, как правило, клиенты нам возвращаются, они берут новый контракт, им нужно же расширяться. Все хотят масштабировать свой бизнес, и они снова идут к нам. Мы в начале года с вами встречаемся, кстати, насколько я понимаю, в начале года. Очень много государственных каких-то контрактов, задач разыгрывается как раз, да? Как раз, да, совершенно верно, сейчас самый пик этой истории. Сейчас публикуется и появляется информация о всех самых интересных аукционах, все хотят их получить. Не у всех хватает финансирования на это, и мы имеем хороший приток заявок по всей России практически. То есть вы работаете не только с кировскими предпринимателями, но и с предпринимателями из других регионов? Конечно, да. То есть мы работаем по всей России, принимаем заявки по всей России. Помимо тендерных займов, если мы говорим про займы для бизнеса, что вы еще предлагаете? Очень популярный у нас продукт – это займы под залог недвижимости для бизнеса. То есть это коммерческая недвижимость, может быть и жилая недвижимость. То есть залогодательным, то есть лицо, которое предоставляет залог, может быть любое лицо, не обязательно сама компания. То есть на самой организации предприятий может быть и не быть в активах этого объекта недвижимости. Он может быть на учредителях, либо третьем лице. В чем преимущество данного продукта? Что это более низкая ставка, это больше суммы, как правило, одобряется для фирмы, для организации. То есть если мы говорим про тендерный займ, мы смотрим в первую очередь на финансовые показатели этой компании, то есть насколько сильно компания может обеспечить наш платеж и так далее. А если мы говорим про залог недвижимости, то мы в первую очередь смотрим на залог, то есть на объект недвижимости. На качество его, да? На его стоимость? На стоимость, ликвидность и так далее. Соответственно, если это ликвидный залог в центре города Кирова, коммерческая недвижимость, либо жилая квартира, то можно получить займ за три часа и быть довольным. А, то есть это тоже получается очень быстрый процесс? Конечно, да. Совершенно верно. То есть это процесс подготовки документов, оценки, осмотра. Это все делается очень быстро. Сдаемся в МФЦ, потому что требование обязательно это сдавать в Росреестр, наложение ипотеки. Как только мы сдались, клиент получает денежные средства. Ипотека – это вид обеспечения. На объект недвижимости накладывается ограничение в виде ипотеки. Это такой юридический термин. То есть продать объект этой недвижимости не получится. То есть есть ограничения в Росреестре. То же самое бывает, если мы говорим уже про физлиц, это с автомобилями или спецтехникой. У нас есть третий продукт – это займы под ПТС. То есть это автомобили. Как правило, пользуются как раз физлица, которые нас знают. То есть кировчане, у которых есть автотранспортное средство, и у них, например, бывает разрыв кассы. Или, опять же, нужно закупить товар только не в миллионах, а в 100 тысяч, 200 тысяч. Ну, различные бывают ситуации. И в таких случаях не обязательно недвижимость. Сумма маленькая, нам и достаточно ПТС. То есть это займ под залог автомобиля, где также накладываются ограничения только уже не в Росреестре, а у нотариуса. Но пользоваться может собственник этим автомобилем вполне законно. И мы не мешаем ему. Он продвигает свой бизнес, развивает свой бизнес. Потому что для бизнесмена в наше время необходимо авто в любом случае. Мы его не забираем ни на какую штрафстоянку. Он им пользуется, использует. И это очень хорошее решение, когда нужно, опять же, здесь и сейчас получить денежные средства. Просто он продать его не может без вашего ведома, да? Потому что вы как раз это имущество как залог. Мы являемся залогодержателями данного объекта. Вот, спасибо большое за формулировку. Мы когда с вами говорили сейчас про займы для бизнеса, все эти механизмы, они доступны и физическому лицу. Обычный человек не бизнесмен, если ему средства нужны не для целей бизнеса, а с какими-то иными целями. Конечно. То есть, если это под залог недвижимости или ПТС, то это, может быть, условно, бабушка 60 лет с квартирой. Ну, к примеру, давайте. Или дачным домиком каким-то. Понятно, что физическое лицо не может участвовать в госконтрактах. И, соответственно, тут в силу ограничений только юридические лица участвуют. И поэтому этот продукт только для юридических лиц. А все остальное может в полной мере воспользоваться и физическое лицо. И не обязательно цель это бизнес. Это может быть любая другая цель. Стройка и так далее. То есть, опять же, нужно успеть до зимы, например, завести дом в теплый контур. Такие вещи бывают. Разные ситуации бывают. Совершенно разные. Поэтому мы помогаем всем, рассматриваем любые заявки. То есть, у нас и политика такая в компании, что мы оказываем финансовую помощь всем слоям населения. Как мы в первый раз с вами говорили, это и бабушкам, и дедушкам помочь накопить на квартиру внуку, к примеру. Так и здесь. Или на обучение, да? Да, на обучение, на квартиру в другом городе. Часто есть очень частая история в нашем кооперативе. Также это какой-то бизнес. Нужно помочь здесь сейчас ему спасти. Есть там тысяча один кейс. И очень приятно ехать по городу, видеть компании, которые к нам обращались. И они, когда расширяются, у них новый офис, новые границы не расширяют. Это очень приятно смотреть, потому что ты прекрасно понимаешь, что ты помог бизнесу. То есть есть и ваш вклад получается, да, в этом? То есть едешь, смотришь, видишь, что люди работают, ого, значит, вот, значит, молодцы. Раскрутились, и мы им в этом тоже помогли, да? Есть очень известный кейс в нашей компании. Недавно все слышали, что в Москве выдали Мишленовские звезды ресторанам. Был заемщик, в которого не верил ни один банк. Муж с супругой, они в бизнесе очень давно вдвоем, замечательная пара. В них не верил никто, у них не было финансовой подоплеки, то есть бэкграунда какого-то, чтобы им выдал банк. Мы в них поверили, мы выдали за им все успешно, и они получили Мишленовскую звезду. То есть они входят в число семи ресторанов лучших в Москве, которые получили Мишленовскую звезду. Ну, это прям... Ну, это какие-то просто люди вот очень-очень такого, мне кажется, авантюрного склада, или очень они прям тоже в себя верили, да? Потому что открыть ресторан в Москве, мне кажется, это стоит, наверное, немало. Это и стоит немало, это немалых усилий, в первую очередь, нервов стоит. Ну, и тут понятно, что хорошие люди притягивают хороших людей, как правило. Тут мы друг друга притянули, и вот такая история очень замечательно случилась. И они нас позвонили, представители управления Ольги Николаевны, и в первом случае сказали, спасибо большое, что вы в нас поверили, потому что, ну, без вас не было бы сегодня этой звезды. То есть представьте, какое количество ресторанов в Москве. И вот так вот получилось, что мы единственные, кто помогли, и вот история... Одному, получается, из немногих, да? Да, мы помогли, и они сегодня, ну, с Мишленской звездой. Это, я считаю, очень хороший хэппи-энд, хороший индикатор нашей деятельности. И самим прям очень приятно таки получать фидбэк от своих клиентов. Они сотрудников вашей организации теперь, когда вы в Москву приезжаете, должны бесплатно угощать, мне кажется. В гости не звали еще? Ольга Николаевна к ним ходила, все понравилось. А, ну вот. То есть не так просто Мишленовские звезды дают, значит, действительно хорошее получилось местечко. Данила, скажите, мы вот как-то перескочили через этот момент, а вы тогда сказали, что хорошо бы рассказать об отличии кредитов от займов. Это меньше пакет документов, это более сжатые сроки, да, это можно сделать быстрее. Что-то еще отличает займы, которые можно взять у вас, от банковских кредитов? Ну, смотрите, начнем вообще с новой юридической кредит. Выдается только организацией, у которых есть лицензия, выдана Центральным банком. Мы выдаем зайом. Зайом выдается организацией, которая имеет свидетельство от СРО. Она контролирует кооперативы, их всего сейчас, на сегодняшний день, две по России. И она координирует, управляет с точки зрения закона. Контроля, да, получается? А так же, как Центробанк для банков. Да, совершенно верно, да. А если мы перейдем дальше к отличиям, то это пакет документов. Он небольшой, он максимально минимален, если можно так выразиться, что для физических лиц, что для юридических лиц. Если мы говорим про займ под ПТС, то нужен паспорт физического лица, паспорт на транспортное средство. Тот самый ПТС, да? Да, ПТС. И СТС, все. СТС это? Розовая карточка, которая есть в каждом... Свидетельство о регистрации транспортного средства. Все, дальше нужна машина, как физический объект, чтобы она ездила, была живая, не битая и так далее. Ну, не битая не имеется в виду, что там сколы по марке, а имеется в виду, что она... Не после аварии. Конечно, да. То есть она на своем ходу приехала до офиса, это важный индикатор. Но вы не просите никакой предварительно технический осмотр состояния этой машины, просто визуальный осмотр получается. Визуальный осмотр, да. То есть мы осматриваем ВИН-номер, смотрим пробег, состояние. По машине видно состояние. То есть сейчас рынок автотранспорт, он абсолютно почти прозрачен. Это вот, что касается ПТС. Если мы говорим про залог недвижимости, то есть как физическому лицу, так и юридическому. Давайте про физических лиц закончим. Это, опять же, паспорт физического лица, документ основания на объект недвижимости, то есть договор купли-продажи, договор дарения. Это может быть... Иногда недвижимость переходит через приставов с торгов, то есть это акт передачи, постановление. Это, если есть технический паспорт, это очень важный документ, потому что бывают случаи, например, перепланировок незаконных, да. Бывает такое в наше время. А этот объект не может стать залогом, да, если там незаконная перепланировка? Мы должны знать о ней как минимум. А, вот. Мы должны о ней как минимум знать. Мы указываем это в договоре, делаем фактическую схему, то есть приводим все документы в порядок, как правило. Ну и также фотографии и все. То есть выписка ИГРН, она сейчас заказывается за одни сутки через онлайн-сервис, поэтому это сейчас не нужно бегать в ОФЦ, как раньше. Может через госуслуги получить. Да, совершенно верно, поэтому это все очень быстро. То есть и все, больше таких документов не нужно, чтобы получить сумму 10 миллионов. Конечно, если говорим мы про юрлица, то чуть другая история, потому что у юрлица, ну, другой пакет документов, это все остальные документы. Как правило, это все у бухгалтера есть просто в папочке для отправки документов, она просто папочку в zip-архив отправляет нам, и все, что там надо, нам есть. Это уставные документы, это финночетность за последний отчетный квартал, либо полгод, ну, за отчетный период, соответственно. Чтобы вы понимали, что организация работает действительно. Да, конечно, и карточка счета 51-го, то есть это выписка со счета, какие есть поступления, списание с расчетного счета, чтобы мы видели, что организация действительно ведет деятельность свою. Да, все, остальные все документы, ну, понятно, ссылка на госзакупку, если это тендерный заем. Опять же, это все на сайте госзакупок, все видно, открыто, прозрачно, кто победитель, сумма, ну, все-все-все информация, все. Все, это, я считаю, очень маленький пакет документов, потому что я знаю на своей практике, сколько нужно документов, чтобы получить заем в банке, кредит в банке. Это прям кипа документов, и кипа, это очень большой моток нервов, который нужно иметь при себе, потому что, ну, банк это банк, он требует более досконального. Мы не хуже проверяем, то есть, если смотреть с точки зрения андерайдинга, давайте расшифруем, ну, это проверка клиента условно, то мы не хуже проверяем, и не сказать, что мы менее качественно проверяем. Мы делаем все то же самое, что и банк, только за счет оптимизации наших бизнес-процессов мы делаем это быстро и в таком комплексном режиме. Меньше бюрократии у вас, наверное, вот что я думаю. Конечно, это позволяет оптимизация наших внутренних процессов, наше программное обеспечение, то есть, наш опыт уже десятилетний, мы кредитуем 10 лет, и я считаю это сильным показателем, потому что мы успешно кредитуем 10 лет. Встречались организации в нашем пути, которые говорили, что мы кредитуем дешевле, лучше и так далее, но, как правило, эти организации куда-то потом не справлялись с дефолтностью и так далее. Мы же все же кредитуем успешно, у нас есть тысяча один заемщик, который нам сказал спасибо. Понятно, бывают истории, когда заемщики не справляются. Вот я хотела спросить, то есть мы вот так расписываем все, да? А были ли какие-то случаи, когда вы вынуждены были либо на первоначальном этапе действительно отказать в заеме, либо вот в процессе выплаты, там, да, возврата средств возникли какие-то сложности? Смотрите, чтобы мы вылезаем, к нам, наверное, мы выдаем вот из 20 организаций только одной. То есть вот настолько сильно мы отбираем организации. О, то есть не просто так у вас прийти и взять средства. Конечно, это я, наверное, вам еще очень так сладко сказал. Это показатель, между прочим, для тех, кто у вас средства хранит как сбережение, да? Да, совершенно верно. Насколько вы аккуратно подходите к выбору тех организаций людей, кому вы даете эти средства? Да, далеко не каждая компания подходит по каким-то либо показателям. То есть, ну, она, если говорить простым языком, она просто не сможет обслуживать наш кредит. То есть не сможет платить нам проценты. Так же, как и у физлица в банке. Если вы работаете средним звеном, ну, условно, вы же не сможете взять займ на 10 миллионов просто так. Ну, вам физически ваш уровень дохода, он не позволяет... Расплачиваться вовремя. Да, совершенно верно. Это мы просчитываем, поэтому такие ситуации постоянно бывают. Ну, и, конечно же, бывает процент, который организаций и даже физлиц, заемщиков, которые не справляются с своими обязательствами. Разные бывают у них обстоятельства. Ковид нам давал свое в 2020 году, так сказать, навел своего шороху. У кого какие бизнес-риски получаются. Кто-то, например, встречается с трудностями, но потом из них через 2-3 месяца выходит с поднятой головой, справляется, рассчитывается с нами, с нашей должностью. И мы дальше продолжаем с ними сотрудничать, потому что мы понимаем, что человек уже побывал в плохой ситуации, он уже знает выход из этой ситуации. Для нас это большой плюс. Бывают такие, которые, конечно, пропадают, не отвечают на телефон и их, условно, исчезают. Но их немного. Их, конечно, немного, их там до 5% от нашего общего портфеля. Такое бывает. Мы не в сказке живем. Это бывает и в банках, и в других кредитных организациях. С такими все очень просто. То есть алгоритм, он абсолютно прозрачен. Мы не черные коллекторы, мы не ходим в подъезды и так далее. Идет предназначенный порядок, судебный порядок. Далее идет реализация имущества через приставов, через торги. С того самого залогового имущества. Да, совершенно верно. Если это организация, то у него, наверное, тоже есть какие-то активы, скорее всего. Поэтому тоже идет реализация этих активов, ну и так далее. То есть мы, у нас есть штат юристов, которые работают исключительно в рамках правового поля. Мы всегда идем на переговоры с должниками. То есть мы всегда встаем на сторону должника. То есть мы за то, чтобы найти общий язык и дальше сотрудничать с этим клиентом. Мы всегда ищем пути выхода и помощь. То есть бывают такие ситуации, что к нам приходит должник и говорит, ну не могу я платить. Вот я хотела спросить, да, в банках же есть вот такая история, уж не знаю, никогда не попадала в этой ситуации, к счастью, да. Называется она, по-моему, реструктуризация кредита, да. А у вас что-то подобное есть? Конечно. То есть если нам заявщик говорит, что ну не могу я ваш заем платить, вот у меня показатели бизнеса сократились, или там что-то случилось, мы сразу же притмем меры. Мы пытаемся его перекредитовать, например. Мы выступаем брокером, ищем московских инвесторов, которые под более низкий процент уже перекредитуют. То есть чтобы у человека был более удобный платеж ежемесячный. Ищем какие-то возможные реализации. То есть, например, бывает, что у него есть недвижимость, но он тоже под какими-то запретами, арестами, ну какая-то юридическая проблема. Мы пытаемся ее решить, и то есть помочь нашему клиенту. То есть вы тоже включаетесь в этот процесс? Не так, чтобы человеку сказали, иди там, разбирайся сам, а нам вот заплати в такое-то время в обязательном порядке. Мы всегда на диалоге, на близком контакте с нашим должником, с нашим клиентом, все попадают в разные ситуации. Мы все это прекрасно понимаем, и это нас отличает от банка. В банке все строго и скупо, я бы даже так сказал. Языком цифр разговаривают, да, с клиентом. Да, то есть ты должен, ты должен, а никто не интересует, какая там ситуация у тебя. А мы уже, наоборот, поворачиваемся клиенту лицом и пытаемся решить его проблему. Как в первом случае, в первом нашем контакте, так и сейчас. Очень много ситуаций было, когда мы, правда, находили общий язык, решали общие проблемы, и должник выходил из этой сложившейся неприятной ситуации, с хорошим исходом, и все у всех разрулилось, и все были довольны. Мы получили свои деньги, должник вышел из ситуации, и так далее. Да, я хотела спросить вас, Данила, вот о чем. В банках существует так называемый, ну, я не знаю, там черный список клиентов. Ну, и вообще, наверное, у каждого человека, который хотя бы раз брал кредит, у него же есть так называемая кредитная история. Да, и банки, насколько я понимаю, когда в следующий раз вы даете кредит человеку, они смотрят как раз, проштравился он где-то или нет. Вы пользуетесь такими списками, или, может быть, у вас какой-то свой есть? Нет, в любом случае, давайте я такой тоже экскурс веду. Ликбез такой, да, получается. Мы не можем выдать займ без просмотра кредитной истории. Есть бюро кредитных историй, их не так много у нас в России, порядка 4-5 организаций, в котором хранятся вся ваша кредитная история, за всю вашу историю. Кредитную, такая тавтология немножко. Но суть понятна. Вся ваша жизнь как на ладони. Да, то есть все ваши кредитные карты, рассрочки, ипотеки, автокредиты, это все там есть. Мы смотрим это обязательно. Вопрос в том, как мы это смотрим. Если мы говорим про банк, то там идет автоматический скоринговый режим, то есть баллы, которые начислились, если тебе не хватает баллов, ты идешь в отказ. То есть там это вообще на уровне, это машина принимает решение даже, может быть, и человек. То есть там идет скоринь, скоринь какая-то балловая система, где тебе начислились баллы, если тебе не хватает, чтобы пройти на следующий этап просмотрения, ты уже дальше не проходишь. У нас же мы смотрим. А бывает, баллов не хватает не потому, что он сейчас просрочил, а опять же, он, может быть, просрочил свой заем в 2016 году на 2-3 дня, потому что так сложилось. То есть карточку потерял, не мог заплатить, ну или заболел, разные ситуации бывают. И все, он там в красном списке, его больше никто не берет, ну, либо одобряют под какие-то дикие проценты, либо маленькие суммы. Мы же это смотрим, мы все анализируем, наш отдел аналитики это все смотрит внимательно. То есть все документы, получается, изучаете вручную фактически, да? То есть сидит человек, смотрит и разбирается. Да, конечно, то есть это целое дело аналитики сидит, и мы смотрим, говорю, при всей нашей скорости максимально досконально и разбираемся в ситуациях, в чем проблема, почему это проблема. То есть если человек, опять же, решил эту проблему в 2016 году, уже 5 лет прошло, у него уже совершенно в наше время... У него уже жизнь изменилась, бизнес вырос, возможно, да. У него все поменялось, да, он уже работает, третий бизнес открывает, закрывает, успешный человек, и почему ему не дать денег? Мы только за, чтобы он развивался, а банк ему может отказать. Это вообще история постоянная, то есть либо банк дает условно, знаете, такая большая история бывает, маленькую сумму, то есть просто ему не хватает на его потребности там... То есть он запрашивал одну сумму, банк говорит, мы вам столько не можем выдать, но выдадим вот столько. У него еще есть так называемый кассовый разрыв тоже получается, да, в некотором случае. И в этом случае он идет к нам, и мы как бы закрываем, добиваем... Недостающую вот эту сумму, да? Да, совершенно верно. Поэтому Бюро кредитных историй мы смотрим обязательно, без этого никак не принять это решение. Ну, то есть адекватно, как финальное решение, без кредитной истории не принять. Мы должны видеть эту историю. Что забавно, в наше время встречаются люди, которые, правда, там до 50 лет ни разу в жизни не брали ни одного кредита. Бывают организации, которые живут 10 лет, и они не убирали ни одного кредита. Ну, нас иногда это смущает, если честно. Вот, кстати, да, все почему-то люди, которые не очень, может быть, погружены в финансовые вопросы, они считают, что если они никогда в жизни не брали кредит, они очень такой, как бы, желанный заемщик у банка или в других каких-то организациях. А на самом-то деле, оказывается, нет, да? То есть, если нет кредитной истории, то ты вот еще такой, неизвестно, какой ты там. Вы правильно сказали, ты неизвестный, мы не знаем, как ты справишься, мы не знаем о тебе по факту твоей вот этой истории кредитной ничего. И как ты себя поведешь, как ты будешь платить, может быть, ты недисциплинированный, ты, может быть, будешь платить не по 20-м числам, а по 25-м, и каждый раз ты будешь уходить по факту в просрочку, в просрочку, в просрочку. Может, ты заплатил, но на 5 дней позже, поэтому это может случиться совершенно... Совершенно спокойно может такое случиться. Но смотрите, вот в этой ситуации вы все-таки, наверное, реже, чем банки, отказываете таким людям без кредитных историй. Да, конечно. Учитывая ваш адресный подход. Да, то есть мы смотрим, понимаем, вникаем. Как правило, у таких людей есть залог. То есть, как правило, есть залог, и мы уже смотрим. Качество этого залога, да, и возможность выдать ту или иную сумму. Данила Ведерников у нас в гостях, директор кредитно-потребительского кооператива «Кредитный клуб. Делай деньги». Мы сейчас убежим на рекламу и вернемся через полторы минуты. Мы остановились на том, почему и когда бывает выгодно заем, а не кредит в банке. И я хотела еще у Данила спросить. Вообще, вы обратную связь от ваших клиентов собираете? Что они говорят? Вот в чем ваши основные преимущества? Вы их раскрыли, а что люди говорят? Конечно, собираем. У нас есть служба контроля качества, которая собирает фидбэк еженедельно. Мы смотрим эти отчеты. А знаете, у всех просто одно простое слово написано. Очень быстро спасибо. То есть, все наши клиенты говорят нам спасибо за то, что мы делали все быстро, качественно, профессионально. И в короткий срок они удовлетворили их финансовую потребность. Просто, если открыть этот счет, будет одна и та же фраза, примерно разными словами написано, но из уст сотни клиентов. Понятно, есть еще другие наши преимущества, но самое главное – это быстро и качественно. Это скорость? Скорость, да. Так, что еще? Также отмечают адресный подход наш к клиентам. Мы каждого клиента рассматриваем индивидуально. То есть, понятно, есть определенные стандарты рассмотрения, но мы подходим адресно к оценке каждого нашего заемщика и решаем все его финансовые проблемы и максимально идем навстречу к нему. В случае, если вы вдруг отказываете, вы говорите, что далеко не каждый займ вы можете одобрить, вы объясняете вообще человеку, почему вы ему отказываете? Конечно. Потому что в банках вот часто такое. Мы не обязаны вам объяснять о том, почему мы не даем вам кредит. Конечно, объясняем. То есть, часто бывает эта причина уже, например, на объекте недвижимости есть ограничения, которые, соответственно, мы взять уже в долг не можем. А клиент даже может об этом не знать. То есть, он, может быть, не заплатил условно там за горячую воду 10 лет назад. У него долг какой-то на этой квартире, да? Да, у него какой-то долг там 500 рублей, и приставы вынесли ограничения на квартиру. И он даже живет, и он даже об этом не знает. Он платит за воду. Все, все довольны. И мы дальше продолжаем, запускаем сделку в работу. То есть, мы всегда озвучиваем причину. Если же все же мы не можем выдать, мы, говорю, выступаем брокерами в данном случае. Как вы рассказывали уже, да? То есть, вы подыскиваете для человека... Инвестирование со стороны других инвесторов, которыми мы плотно работаем. Конечно, там, наши банки-партнеры, они платят нам комиссию. Я говорю открыто, как есть. Но это везде в современном мире. Но это не что посредине с тем, что мы клиенту помогаем, а он уже идет не снова в банк-партнеры, он все равно к нам верен. Потому что мы ему по факту-то помогли. То есть, мы нашли его решение проблемы. А это вы на долгосрочное сотрудничество, получается, людей располагаете, да? К нам, люди, мы с заемщиками работаем 5 лет. То есть, не обязательно это означает, что займ на 5 лет. Это может быть 10 займов по 3 месяца, но мы на каждый конкретный случай рассматриваем и снова подходим снова. То есть, люди возвращаются, возвращаются, возвращаются. Один раз они обратились к вам за услугой, все их удовлетворило, все устроило. Они поняли, что с вами хорошо работать, пришли в следующий раз, да? Да, совершенно верно. Данила, в таком случае человек, который хотел бы, например, взять у вас средства. Как это происходит? Есть какой-то алгоритм действий, ну, помимо того, что он должен какие-то документы собрать, с которыми он к вам пойдет? Смотрите, да, конечно же. Начнем с того, где нас можно найти. Это сайт делайденги.ру. Как слышится, так и пишется на английском языке. Это все наши соцсети ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Как вас искать по поисковой строке, например, чтобы искать? КПК, кредитный клуб, делай деньги. Это номер телефона, что есть 8800, что есть региональный номер телефона через код города. То есть вы нас находите где-либо. Также есть мы в 2 ГИСе, в любом, ну, поисковой системе, в любой. Вы нас находите, делаете запрос, добрый день, я хочу взять займ, например. Давайте проиграем эту ситуацию. В течение часа с вами связывается менеджер, либо отвечает вам в вашем мессенджере, если это WhatsApp, например, если это телефон, то телефон. Если это обратная заявка с сайта, то это звонок вам на тот номер, куда вы указали, либо это почта. Вы можете написать там на почту. То есть это тоже все очень просто. И в офис, наверное, тоже можно прийти. То есть все возможные способы связи. И очно, что называется, и заочно, и через социальные сети, и по телефону. Да, вы приходите. Сейчас в наше время приходить сразу же не совсем обязательно, в силу того, что мы экономим время наших клиентов. Гораздо проще позвонить. Позвонить, написать, вам отвечает менеджер, выясняет первичную вашу потребность. То есть вам нужно 5 миллионов под залог, например, коммерческой недвижимости, там-то, там-то, там-то. Менеджер вам присылает список документов, вы его услаете в этом же чате. Идет рассмотрение и в тени часа. Через час с вами менеджер связывается и говорит, вам одобрено столько-то, столько-то, какие-то условия предварительно. Можно подойти в офис для более, например, конкретного решения, либо уже за получением денег, в зависимости от ситуации. И от суммы, наверное. Да, 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 совершенно верно. Далее подписываем документы. Не обязательно документы подписывать очно, можно их подписывать в наше время по АЦП. Это электронная цифровая подпись, да? Совершенно верно, да. У юрлиц почти у всех она есть, у многих и физлиц есть в наше время. Все подписываемся и переселяем денежные средства. То есть алгоритм абсолютно простой. Мы когда с вами говорили в прошлой нашей программе про сбережения, мы говорили о том, что для того, чтобы разместить у вас средства, нужно стать пайщиком вашего кредитного аккаунта. Совершенно верно. Тут то же самое. То есть нужно стать нашим пайщиком, чтобы получить заем. Это законодательство, да? Да, это требование законодательства. Все эти условия вам более точно расскажет менеджер. Но это 2,5 тысячи, которые вам возвращаются по его износ. И 100 рублей вступительный он не возвращается. То есть человек платит 100 рублей вступительный взнос, он остается, взнос пайщика 2,5 тысячи, это возвратные истории. Да, да. Когда он выходит, например, из вашего кредитного. Когда закрыт заем, и он собирается дальше идти уже в своем направлении, условно развиваться, то мы ему переселяем, либо выдаем наличными, в зависимости от вида займа, 2,5 тысячи. Тут нет ни проблем, это условно формальность, которую мы должны соблюдать по требованиям законодательства. Мы ее соблюдаем, и никаких никогда не было проблем и претензий, давайте так выражусь, у наших заемщиков. Но, может быть, они и остаться захотят, да? Наверное, ведь есть люди, вы же сказали, да, кто с вами сотрудничает не один год, кто время от времени к вашим услугам обращается. Есть, наверное, те, кто у вас когда-то брал заем, а потом и сбережения разместил. Да, совершенно верно. Есть ни один наш клиент, который узнал нас в силу того, что ему нужен был займ, он воспользовался этой услугой, а потом узнал более подробно о нас, понял, что мы хороший партнер в отношениях, и доверил нам свои сбережения. Поэтому это очень частая история. А наоборот, бывает, Данила? Бывает и наоборот. А вы к этим, кстати, пайщикам более лояльны, чем к новичкам или нет? То есть люди, которые у вас разместили либо размещали сбережения, они больше вашей поддержкой в случае получения денежных средств пользуются? Иногда бывает, что мы выдаем займы под залог их сбережений. Ага. То есть и так тоже можно? Бывает и так. То есть человеку нужно буквально займ на 10 дней 3 миллиона, например, а у него 10 миллионов у нас хранится. Ну, к примеру. То есть мы понимаем, что у человека хватает обеспечения, и буквально за 20 минут он получает 3 миллиона, и вот ему покупать себе машину, к примеру. Да, ну бывает такое. Ну, не только машина в наше время, например, квартира может быть по хорошей цене, которую срочно продают, пока там банк еще соберется одобрить тебе кредит. Ну, и по теку тем более. Поэтому, да, такое бывает, но в любом случае мы полностью просматриваем наших всех потенциальных заемщиков, даже те, которые были сбереженцами, и принимаем взвешенное, адекватное решение. Давайте, Данила, мы все-таки скажем адреса, где располагаются ваши офисы. Несмотря на то, что все решается сейчас почти все в электронном формате, все-таки есть люди, которые любят прийти, посмотреть. Да, вот действительно офис, ребята работают давно. Город Киров — это Ленин, 85, это улица Красина, 45, Нижний Новгород — это улица Максима Горького, 148, проспект Ленин, 64, и город Москва — это Варшавское шоссе, офисный центр «В-Плаза». Ну, и номера телефонов. Вы сказали, что есть номер 8800, и есть номер, как я понимаю, короткий, городский и кировский. Номер телефона, по которому с нами можно связаться, федеральный — 8800-333-4201, и региональный номер — 88332-711-001. 711-001. Очень просто запомнить. Ну и все социальные сети, и сайт — это все, пожалуйста, заходите. Можно практически в любом формате связаться с кредитным клубом «Дело и деньги». Данила Ведерников был у нас в гостях, директор кредитно-потребительского кооператива «Кредитный клуб «Дело и деньги». Данила, спасибо вам и удачи. Спасибо вам, Анна. Очень приятно было сегодня пообщаться. Удачи вам. До свидания. До свидания. Актуальная информация об условиях получения займов в офисах кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб «Дело и деньги». Город Киров, улица Ленина, 85, улица Красина, 45. По телефону 8-8332-711-001 и 8-800-333-4201. Звонок бесплатный. И на сайте делаяденьги.ру. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом или пайщиком кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб». Возраст от 16 лет, вступительный взнос 100 рублей, обязательный паевой взнос 2500 рублей, возвращается при выходе из КПК. Кредитный клуб оказывает услуги исключительно членам КПК-пайщикам. Член КПК-пайщик обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Деятельность кооператива регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом ФЗ-190 о кредитной кооперации. Является членом СРО НСКК «Содействие» за номером СЗ-336, ИНН 434-537-5135, ОГРМ 113-434-502-99-06. Кредитный потребительский кооператив «Кредитный клуб». Срок займа в зависимости от программы от 1 до 36 месяцев. Сумма займа в зависимости от программы от 10 тысяч рублей до 20 миллионов рублей. Процентная ставка от 2% в месяц до 5% в месяц – не оферта.